доброго времени суток с вами данила рыжкин внезапно субъективное с бородачом вновь на чуть-чуть возвращается на youtube туша свет камера мотор и так идиоты среди нас пропаганда название моего ролика который вы прочитали прежде чем нажать на превьюшечку до перейти по ссылочке дает начать слушать меня до вот так вот о чем хотелось бы поговорить сразу скажу здесь я не буду затрагивать пропаганду в том плане что вот есть у нас пропаганда со стороны правительства есть у нас пропаганда со стороны антиправительства относительно либералов относительно других стран и как это все работает нет сейчас не об этом немного другой пропаганде но вначале про идиотов и так идиоты среди нас что это такое Идиотский вопрос, я как будто сам сейчас прям подтверждаю, что идиоты среди нас вокруг нас. Короче, в последнее время я и думаю не только я, но и вы сталкиваетесь с тем, что определенные медийные личности, которые сейчас на подъеме или плюс-минус достаточно давно в пространстве, начинают употреблять такие словосочетания, что все тупые, все идиоты, что это виноват ТикТок, виноват Инстаграм, виноват Интернет, виноват мир, что все отупело, как ужасно, вот мы-то книжки читаем, мы-то в школе учились, мы ЕГЭ не сдавали, мы все такие классные, а сейчас все дебилы и всем достаточно 15-секундных роликов в ТикТоке, которые их веселят, откуда мы это знаем, потому что мы сами весь свой день проводим в этом ТикТоке, смотрим на это, злимся и убиваем свое время, считая их тупыми. Ну просто гении, да, вот просто вот гении пропаганды, своей пропаганды, именно поэтому это слово в самом ролике, ибо пропаганда это вещание своей позиции, отставивание своей позиции, отчасти навязывание своей позиции другим людям, третьим лицам, знакомым, друзьям, прохожим и так далее. Вот вы в очереди стоите, вы просите работать кассиром быстрее и не спать, ну отчасти вы пропагандируете свою точку зрения, как должен работать кассир, образно. Не доебывайтесь после этого ролика только к кассирам, потому что в большинстве случаев все-таки виноват в их работе такой доебистый человек, как вы около кассы, а не сам кассир, хотя бывает и исключительно. Так вот, много таких людей, которые говорят об идиотизме. И давайте этот тезис разберем. Первое, идиотов действительно дохера вокруг нас. Возьмем моего любимого Антона Красовского, возможно слышали о таком, это бывший деятель на канале РТ, открытый гей, ВИЧ-положительный, весь такой пропагандист последние много лет, делающий помимо документальных фильмов свою авторскую программу, где выступает рупором просто российской пропаганды, говорит, как у нас все хорошо, у всех плохо, что надо только вот так, а не как по-другому. Весь такой говорливый-говорливый. И происходит инцидент, где он в достаточно резкой манере отзывается о украинских детях, как их надо топить, происходит скандал, его увольняют с РТ, он извиняется и говорит, что его занесло. И вот вопрос сразу, ну ты идиот, ну ты не знаешь, на какую аудиторию ты работаешь, ты не знаешь, в какой стране ты живешь, как люди на это могут отреагировать, в какой ситуации сейчас находится твоя страна, как в принципе люди реагируют на такие слова. Ну ты как бы, ты умный человек или не умный? Или тебе просто повезло? Тебе просто повезло в определенный момент быть с определенными людьми рядом, ты получил эфир, и вот теперь ты вещаешь на просторы интернета, и не только, за немалые деньги. Может быть в этом проблема? А то гул поднесся, красовский, какая же он мразь, как же так можно говорить? Да нет, он просто идиот, которые всегда были рядом с вами, просто его слышно. Так вот, идиоты вокруг нас, и люди, которые сейчас пропагандируют данную идею, данный тезис, вот мне они как раз такими же идиотами и кажутся. А что, вот до нашего времени не было идиотов, и сейчас что, стало больше? Ну отчасти да, потому что сейчас население планеты 8 миллиардов, а еще 30 лет назад было 5 миллиардов. Понятное дело, что если сейчас у нас там миллиард идиотов, то было 700 тысяч идиотов. Но в процентном соотношении плюс-минус всегда одно и то же. Больше скажу, возьмем средние века, возьмем начало эпохи, вообще, там когда типа Христос по планете ходил. Там что, было меньше идиотов? Мне кажется, тогда было больше людей, которые верят в плоскую землю, было больше людей, которые считают, что чуму можно лечить просто вырезанием бубонов. Мне кажется, что было больше людей оголтело, шедших по земле, вырезая друг друга ради некого существа, который где-то там есть и что-то кому-то говорит. Ну как бы, вы понимаете о чем я, да? Идиоты были всегда, возможно раньше их даже было больше. Сейчас мы просто их чаще замечаем, так как тот же самый интернет позволил нам получать информацию. Вот, блядь, вот, вот, нахуй вот так. И помимо того, что мы получаем, возможно, полезную информацию, мы и видим, естественно, мусор и шлаг. Вы же не собираетесь каждый день толпой на улице и не высказываете свою позицию, мнение, обсуждая что-то? Нет. Раньше, кстати, так делалось. Это, кстати, демократии называлось. Давным-давно еще, да? Помните? Греция, вот это вот все. Рим даже, помните? Не помните? Понятно, не помните, вас там не было, вы там не жили. Вы только по учебникам истории это можете знать, если учились в школе. Не суть. Сейчас такого нет. И сейчас мы делимся информацией, мы делимся представлением себя, друг с другом в интернете. А так как это сейчас доступно, намного доступнее, чем просто выйти на улицу, даже в древние времена, когда все жили, я не знаю, племенами. Сейчас намного быстрее ты выходишь в этот социум через интернет и видишь, как он состоит прям вот сразу. И понятное дело, ты обращаешь внимание, что вот этот идиот, вот этот идиот, вот этот идиот. Но важный момент. Они идиоты почему? Потому что твою точку зрения не поддерживают. Значит, ты сам идиот, который не способен критически мыслить, не способен выходить на спор. И как баран стоишь на своем, даже не думая войти в диалог самим с собой хотя бы. Или они идиоты, потому что действительно пропагандируют, излучают нерациональную точку зрения. Кто-нибудь об этом вообще говорит, кто-нибудь сравнивает, кто-то приводит нормальные аргументы. Или нет, тикток это все, это жопа. Все, вот все, кто в тиктоке, это идиоты. Да, в тиктоке дофига дебильного контента, где люди просто под музыку трясут губами, получают миллионные просмотры, миллионные лайки, миллионные просмотры. Ну, так всегда было. У нас были священники, которые обещали вам загробную жизнь просто с богатствами. А сейчас вы должны в нищете жить и давать нам деньги. Но вы поверьте, там все будет хорошо. И люди такие, ебать, конечно мы тебе верим. Ты же умеешь читать, в отличие от нас. Ну или хотя бы делаешь вид, что умеешь читать. И очень ясно излагаешь свои мысли, в отличие от нас. Которые из-за того, что слушают тебя, останавливаются в развитии и подвержены твоему влиянию. Ну вот, вот с жителями тиктока основной массы сейчас то же самое. Но при этом там, так же как и на ютубе, в инстаграме, где? На твиче, тамблере, в ВК, одноклассниках, да где угодно. Будет контент, который будет учить тебя собрать мебель, приготовить пищу. Не знаю, сварить пиво, построить дом. Как ухаживать за собаками, за кошками. Как воспитывать детей, как не надо воспитывать детей. Будут разбор политических событий, исторических событий. Будет что-нибудь про машины, про автопромт. Будет. И это есть. Но вот зато у нас есть окривляющийся пидорас. И у нас есть кроссовский. Все, пиздец, идиоты, везде, интернет, зло. Да нет, это вы, блин, дебилы, вы не можете по-другому смотреть на мир. Ищите только какой-то негатив, чтобы повозмущаться. Чтобы что? Чтобы время свое потратить. Ну хотя бы ролик такой запишите, я не знаю. Нет, я комментарий напишу. Хотя вообще, в принципе, те, от кого я слышу, они такие ролики записывают. Но опять же, за пломбом. А вы книги не читаете, вы идиоты. А ты читаешь книги. А какие ты книги читаешь? Такие же, как я читаю. Такие же, как они читают. А чем твои книги интереснее моих книг? Или интереснее их книг? Чем ты более особенный? То, что ты сидишь перед камерой за полмиллиона рублей. И с микрофоном за четверть миллиона. И поэтому ты такой особенный. Потому что тебе, опять же, повезло попасть в мейнстрим. Наработать тех же самых подписчиков, зрителей. Тебя алгоритмы в определенный момент продвинули. И теперь ты из-за этого классный? По-моему, ты просто соединение белков. Все. Вот все. И если ты нормально не аргументируешь, то ты приравниваешься к тем, кого ты называешь идиотами. Ну, как бы, логика, да? А теперь относительно пропаганды. Пропаганда очень красивое слово. Вот так вот резко я сразу вхожу в эту тематику. И вот то, что сейчас вы от меня слышали, это и есть пропаганда. Это вам для понимания. Пропаганда, она не обязательно плохая или хорошая. Она просто есть. Это факт. Мы сообщаем свою точку зрения. Мы приводим аргументы. Мы, возможно, ее отстаиваем. Возможно, немножечко меняем. Редактируем. Дополняем. Возможно, мы ей кого-то дополняем. И это является нашей пропагандой. Она может быть политического характера. Может быть вероисповедального характера. Разной она может быть. Самое главное, что мы с ней живем. И когда кто-то кричит, ты пропагандист. Ну, а что в этом плохого-то? Он может пропагандировать идею действующей власти. Или давно забытые идеи общества. Или просто свою позицию, которую он вырастил. Это, во-первых. Я к тому, что не надо плохо относиться к этому термину. Относитесь к этому вот так, как я отношусь. Может быть, спокойнее жить будете. Это первое. Второе. В рамках пропаганды, опять же, всегда очень важно выходить на диалог и с собой. И с тем пропагандистом, кого вы считаете пропагандистом. Пропагандистом. При этом, если вы с ним входите в диалог в спорту, вы начинаете тоже быть пропагандистом. Пропагандируя свою точку зрения. И получается, если вы не любили пропагандистов, вы начинаете не любить себя. И тут мы возвращаемся к первому тезису, что на все надо смотреть немного под другим углом. Короче, любите всех. Мы информационный шум информации. Мы информация, которая излучает информацию. И чтобы быть богаче, чтобы быть объемнее, чтобы быть интереснее, Нужно делиться информацией, впитывать информацию, переваривать информацию. Не бояться новой информации, не бояться изучать свою. Быть постоянно в диалоге. Это важно, важно. Без этого развития никакого не будет. Вы можете миллион книг прочитать, но это не будет живым диалогом. Вы можете миллион часов пробыть наедине с собой, и это тоже хорошо. Но опять же, это не будет живым диалогом. Большинство из вас не сможет нормально выйти на диалог самим собой. Вы просто сможете пофантазировать. А надо это развить, надо об этом поговорить, надо об этом поспорить. Ну, если вы где-то ошиблись, естественно, признать ошибку. Лучше даже сразу сказать, блин, я не прав, спасибо, что ты мне сказал. Я теперь сам себя осуждаю. Господи, я сейчас каким-то себя, к ей-богу, пропагандистом-мудаком ощущаю, который начитался книг про успешному успеху, сейчас учит жизни людей. Нет, не относитесь к этому так. Сейчас раннее утро, я только проснулся, заливаю в себя кофе и вот просто весь такой вот на этой энергии выхожу. На этом, в принципе, все, что я хотел сказать. Итог следующий, фильтруйте информацию, которая у вас поступает. Чересчур резко ко всему не относитесь. Обязательно с каждым притоком того или иного базиса выходите с этим на диалог, разбирайте. Критическое мышление у нас, типа, 21 век. Не забывайте, что идиоты были всегда. Не забывайте, что даже самый популярный и, возможно, успешный человек, скорее всего, идиот, ему просто повезло. И не бойтесь пропагандировать свою точку зрения. И воспринимайте пропаганду других точек зрения как нормальные. Мы все люди. Мы все белковые соединения. Мы все живем на одной планете Земля. Мы каждый имеем право делиться своим мнением. До чего оно уже доведет, это другой вопрос. Это тема другой дискуссии. Но в данном срезе, как бы банально ни звучало, мы все, типа, равны, да, и должны нормально взаимодействовать. Мы один большой организм. Если кто-то плохо взаимодействует, если кто-то плохо развивается, организм идет по пизде. Вот. Как говорится, можно даже некоторые выводы сейчас сделать. Ну, на этом все. Выводы на этом канале, как вы знаете, делаю я. Поэтому не будьте нормальными. Будьте рациональными. Ну, а с вами был Рыжкин Данил Андреевич. Самый субъективный бородач на всем ютубе и во всем интернете. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Вам не сложно. Мне приятно. Рациональность массы. Всем спасибо. Всем дислайк.